Коня зовут Эдельвейс. Это наш конкурный конь, который лучше всех прыгает на нашей конюшне и вообще в Вологодской области. Вот такое звездное животное. В прошлом году Эдельвейс даже вошел в десятку лучших лошадей страны. Всего в Вивате более трех десятков скакунов. Это единственный в городе и районе клуб, при котором организована секция по верховой езде. Занимается в ней более 50 человек. Вика тренируется здесь 4 года. В клуб приходит 2-3 раза в неделю после учебы. Они с темно-гнедым напарником Хризалитом выходят на тренировки в любую погоду, в любое время года. Сюда клуб переехал не так давно и остро. Стояла проблема с местом для занятий именно в дни, когда на улице дождь и слякоть. Не хватало специального манежа. Был опыт, что была возможность позаниматься в манеже в другом клубе. И намного удобнее. И рабочий процесс идет лучше. Потому что пока зимой есть снег, то удобно заниматься. А когда весна, осень, когда сыро, грязно, то не очень комфортно. Но про неудобства можно будет забыть. Уже в этом году клубу удалось приобрести манеж благодаря участию в конкурсе социальных предпринимателей России. По результатам экспертиз и по результатам итогов конкурса мы оказались одними из победителей этого конкурса. В результате чего конно-спортивный клуб получил беспроцентный займ на пять лет, который позволил реализовать нашу мечту. На манеже можно будет не только проводить текущие тренировки, но и организовывать соревнования даже всероссийского уровня. И еще, что не менее важно для клуба, проводить занятия иппотерапией. В Иваде реализует проект «Доктор Лошадь» на средства президентского гранта, выигранного в прошлом году. Установка манежа началась несколько дней назад. Металлические конструкции для него изготовили в Татарстане. Оттуда же и приехала бригада рабочих, которые занимаются монтажом. Тентовый арочный ангар. Вот сейчас он состоит из шести элементов, одна арка. Вот сейчас ее собираем. Сначала по половине, потом, когда пройдут краны, кранами будем складывать вместе, соединять и поднимать. В итоге получится сооружение длиной 64 метра, 22 шириной и 9 метров в высоту, весом более 23 тонн. Полностью установить его должны примерно к середине февраля. Потом нужно будет смонтировать освещение, завести грунт, подсыпку для лошадей. И как раз к весне можно будет проводить тренировки на новом манеже. Татьяна Колосова, Николай Замараев. Время новостей.